У Муравленка прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». Избиратели выбрали тех кандидатов, которые будут участвовать в осенних выборах в Городскую Думу и Ямальский парламент. Они состоятся в сентябре. Кто получит поддержку от партии власти, расскажет Ирина Бугрин. Из-за пандемии коронавируса народное голосование проходило дистанционно. Однако это не просто антикризисная мера. Она соответствует мировым трендам публичной политики. При этом «Единая Россия» осталась верна принципам партийной демократии. Процедура проходила на портале «Живем на севере». Такая система предполагает справедливый и честный отбор кандидатов в депутаты. У нас голосов жителей города по всем кандидатам отдано 6106 голосов жителей города. Это, наверное, самое большое количество, максимальный опрос, который был за всю историю «Живем на севере». Это очень хороший показательный результат. На праймерис по выборам в Городскую думу попробовать свои силы и побороться за голосовыборщиков решил 31 человек. В списке кандидатов как политические тяжеловесы, так и новички. Народное голосование – это внутрипартийный проект. Задача одна – сформировать сильную и эффективную команду, опираясь на мнение жителей. Город Муравленко вошел в число лидеров региона по виртуальной явке выборщиков. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании. И они поддержали самых достойных кандидатов в депутаты, которые будут выдвигать партию «Единая Россия» на основные выборы, которые запланированы на сентябрь месяц. Предстоит еще очень много работы. Итак, выбор сделан. Представлять партию на осенних выборов в Городскую думу будет 21 человек. Именно столько мандатов предусмотрено в депутатском корпусе. Среди победителей – 11 действующих депутатов. Основная задача партии – чтобы места в думе получили наиболее грамотные и авторитетные люди. Ведь от принимаемых ими решений будет зависеть жизнь в муниципалитете. Здесь должно быть четкое понимание, какие чаяния у людей, что поменялись, какие приоритеты. Вот понимаем, собираем эти наказы и на пять лет ставим задачи по их реализации. Кроме того, муравленковцы голосовали из-за кандидатов в депутаты законодательного собрания Ямала. Итоги праймерис в окружной парламент подведут не позднее 2 июня. Ирина Бугрим, Сергей Лукович, Новости Муравленко.